Так же разве может быть вообще? Ну че я пенсию получила, пошла в магазин, взяла килограмм картошки, булку хлеба и все. Потом вставляю карточку, мне говорят, недостаточно средств на балансе. Ну, это че такое? Женщина, женщина, давайте знаете как сделаем? Че мне делать? Вы один месяц подождете, придет еще одна пенсия, и вам точно на все хватит. Месяц ждать, на килограмме картошки и булки хлеба я не протянула. Ну, тогда получается сэкономите, правильно? Все, позитивчик, ура. Позитивчик. До свидульки. До свидульки. Всем оставаться на свои места. Инкассация. Привет, огурчик. Почему огурчик? А, потому что мы в банке. Да, тогда привет, банкомат. Понял? Типа, мы в банке. Ну ладно, посмеялись. Давай, накладывай. Слушай, а ты че, не уволился еще что ли? Не, а мне же начальник предложил новые условия. Че за условия? А, сказал, если ты уволишься, я буду бить тебя кулаком в живот, пока ты не умрешь. Вот такие условия, я решил остаться. Не, нормальные условия, нормальные. У меня такие же. Да, а у тебя как дела? Да, у меня вообще классно. Все, все супер гуд. Да. Все шоколадненько. Я нахрен сломлен. Денег нет вообще. Я вчера зашивал дырку на трусах. Иголкой. А иголка у меня знаешь, из чего была? Из обрезка ногтя с большого пальца ноги. Вот, как-то так у меня дела. Ну, слава богу, меня это не касается. Ого! Позитив. Так, деньги, деньги, деньги. Всем нужны деньги. Где только взять эти деньги? Непонятно. Послушай, Тимурчик. А ты никогда не думал? Ну, хотя бы разок, знаешь? Нет, нет. Саш, я с детства определился. Мне вот эти тела мужские, волосатые не нравятся. А ты не понял. Ты не понял. Я имею в виду, ты никогда не думал взять один мешочек. И что? Ну, вот представь. Что бы ты себе купил, если бы у тебя было много денег? Сникерс. Нет, много денег. Супер сникерс. Да, придурок, я тебе говорю, много, сильно много денег. Что бы ты себе купил? Чупа-чупс. Большой, большой чупа-чупс. Но мне кажется, нужно мыслить немножечко масштабнее, понимаешь? Вот смотри, если бы у меня были деньги, я бы, знаешь, что сделал? Что? Я бы поехал путешествовать. Да, я же мир совсем не видел. Я поехал бы куда-нибудь далеко-далеко, туда, где жарко, знаешь? В теплый стан, например. Он же не просто так называется. Он же не просто так называется «Теплый стан». Так это же в Москве. Да у меня нет денег учить географию, ты понимаешь или нет? Я тебе говорю, нужно просто мыслить масштабней. Мы неправильно думаем, понимаешь? Нужно размышлять, как миллионеры. А-а-а! Да! Как миллионеры? Тогда пошел отсюда, бедняк! Ты что, охренел, что ли? Ну, я типа мыслю, как миллионеры. А-а-а! Да, они же общаются только внутри своего круга. А, я понял. Поэтому празднуй свадьбу в теремке! Все, я понял тебя, все, хватит. Понял. Конечно. Иди скупай сахар! Все, убил, все. Я понял. Я понял тебя. Все, ты на правильном пути. Да? Да, иди сюда, смотри. Давай сейчас возьмем все эти деньги и купим все, что мы хотим. Да. Сникерс, суперсникерс. Поедем в теплый стан, будем учить географию. Ну? О-о-о! Давай. Да, но моя мама говорила, что воровать это плохо. Да. С другой стороны, она убила человека. Но мы его просто возьмем. Да. Мы им просто попользуемся. Ну, как будто бы в аренду взяли, да? А потом его вернем лет через 300, и все. Никто ничего не узнает. Это круто, но это все как-то очень сложно. Давай мы его украдем. Давай. Я с вами. Я вот сейчас пока там сидела, тихонечко, слушала вас и на диктофон все записывала. Вот. Два раза переслушала. Ага, все, слово в слово. Давай деньги украдем. Давай. Все, я с вами. Бабка, что ты хочешь, а? Иди отсюда, иди домой, бабка. Ладно, пойду домой. Давай, все. И зайду в полицию по дороге. Пап, ты сука, бабка. Что ты хочешь, а? Ну, что хочет женщина в моем возрасте? Любви. Паски. И 200 тысяч долларов. Ну, тогда с вас план. Хорошо. Вот смотрите. Значит, план, 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 план. Вот, есть. У меня дед в колхозе работал. Так вот он картошку в мешках воровал. Надо в эти мешки деньги переложить, посадить. И на следующий день в два раза больше урожай собрать. Это самая большая чушь с тех пор, как кто-то заявил, что перетаскивать подписчиков из Инстаграма в Телеграм это отличная идея. Че вы нахрен несете, а? Вы че, конченые, что ли? Вот мешки, в них деньги, их нужно просто взять и уехать. Я в теплый стан, ты в магазин за Сникерсом, ты, бабка, в дурдом. Все, вся история, все. Саша, ты прав, но это далеко не вся история. Ты не сказал ни про испанскую инквизицию, ни про ледовое побоище, ни слова про Ивана Калиту. А это знаковая фигура в российской истории. Саша, и это я по верхам прошелся. А если глубже копнуть? Все, забыли, забыли, ничего не было. Все, работаем так же, как работали все, да? Я забираю деньги и отвожу их туда, куда должен их отвезти. Хорошо? Все, до свидания. Саша? Что? Ты что, хочешь кинуть меня и старую бабку? Послушай, Тимур, если бы я хотел вас кинуть, я бы просто сюда пришел, взял деньги и молча бы отсюда ушел, и никому бы ничего не сказал, и потратил бы эти деньги сам, понимаешь ли ты или нет, и никто бы об этом не узнал. Я понял, что ты задумал, Саша. Ты не понял. Я понял, но у тебя ничего не выйдет, потому что в самом начале нашего разговора я под столом нажал на тревожную кнопку. Здание окружено, и как только ты отсюда выйдешь, тебя расстреляют, как бешеную собаку. Ты что, серьезно? Да не, я шучу. У меня нет тут никакой тревожной кнопки, я просто под стол прилепил жвачку, и я периодически на нее нажимаю, нюхаю, и пахнет клубникой. Ты что, придурок, серьезно, что ли? Клубничкой пахнет. Ну да, реально клубника. Ну что, неудачники? Тогда пока, получается, неудачники, да? Какие же вы неудачники? Пока, старая бабка. Пока. Саш. Блин. А, я прилепил жвачку прямо на тревожную кнопку. Давайте вслушаемся в текст. Это типа такой панч, панч. Музыкальное шоу «Конфетка». В субботу в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Музыкальное шоу «Конфетка».